Мы продолжаем работать в прямом эфире. Как всегда, в четверг мы встречаем в нашей студии диетолога и обсуждаем, как правильно употреблять продукты, как достигать поставленных целей, как поправить здоровье, ну и улучшить физическую форму. И прямо сейчас начнем обсуждать эти вопросы с Натальей Хадеевой в постоянной рубрике «В режиме стройности». Здравствуйте, Наталья. Ну и хотелось бы сразу сказать, что будем обсуждать овощи. Сегодня именно они станут предметом обсуждения. Овощи в процессе похудения, как правильно есть, очередность важна, я понимаю, хотя не все отдают себе в этом отчет, что можно совмещать, что нельзя. Ну давайте вот о роли овощей в целом в процессе похудения. О роли овощей в целом с удовольствием поговорю, потому что сама овощи раньше не сильно любила, но потом, когда уже поняла, что это бесценные продукты, конечно, рекомендую всем и настаиваю на том, чтобы без овощей не обходился даже один день. То есть настаиваю буквально вот иногда даже насильно обязательно в каждый прием пищи принимать какой-то овощ. Если это не овощи, то можно, ну, заменить там зеленью, например, сейчас ее очень много. Или какие-то добавить фрукты в большем количестве, например, чем овощи, потому что некоторые овощи совсем не приемлят, и дети, например, в частности. Ну, на самом деле мы выбрали самую удачную пару года для обсуждения этого вопроса. Зимой, к сожалению, овощей полезных, за которые мы можем ручаться, не так много, а вот летом их в большом обилии можно на даче где-то что-нибудь довырастить за короткий период. Да и на базаре чаще встретишь хорошие овощи, чем зимой и летом. Как правильно пользоваться вот этим преимуществом и что на самом деле овощи могут дать, кроме необходимости их употреблять? Они наверняка могут улучшить метаболизм, ускорить обменные процессы. Давайте вот об этом поговорим. Как улучшить метаболизм и ускорить обменные процессы? Хорошо, но я перед тем, как улучшить метаболизм, буквально пять пунктов, по которым я бы могла сказать, что овощи это практически идеальные продукты. И почему они настолько идеальные? То есть хотя бы по этим пяти позициям вы поймете, что овощи действительно обязательно нужны. Да, в первую очередь практически все овощи, они насыщены водой, то есть до 80%, в некоторых до 90% жидкости. Все знают о том, что без жидкости, без воды у нас процессы в организме вообще не протекают или они очень заторможены. Поэтому если человек даже не добирает какой-то жидкости в течение дня, то есть это вода или соки, или вода с лимоном сейчас, или какие-то там морсы, охлаждающие напитки, то овощи будут в этом тоже помогать в первую очередь. Второй аспект – это овощи очень сильно насыщены, скажем так, витаминами и минералами. Это неиспоримый факт, потому что даже большое количество медицинских препаратов сейчас, ну не сейчас, а ранее тоже основывались на том, что в них добавляли экстракты каких-то овощей. И это на самом деле работает лучше, чем какие-то просто химические элементы, которые взяты из обычных витамин. Если мы в качестве сравнения приведем, например, витамины, и можно ли говорить о том, что употребляя правильно и насыщенно овощи и фрукты в летний период, можно осенью, например, не пропивать курс витамин таблетированных? Осенью вообще нет смысла пропивать курс витаминов, потому что весной. Весной, если человек уже настолько зависит от этих витаминов, то нужно, конечно же, пропивать, потому что организм привык, если это уже неоднократно происходит, там, допустим, два раза в году, или если человек болезненный, и ему достаточно часто приходится пить какие-то медикаментозные, скажем так, препараты, то, естественно, что витамины подключать нужно сначала именно в таблетированном виде, насколько организм уже привык их расщеплять. Но вместе с этим нужно постепенно пытаться переводить организм на свежие овощи. И, конечно, лучше всего это делать летом и осенью, когда выбор большой, и на самом деле сейчас можно заменять, ну, практически большую часть рациона в своем питании на овощи. Особенно это касается тех, кто хочет, опять же, сбросить вес, там, брать каких-то пару лишних килограмм, или там даже большое количество килограмм. Если мы говорим все-таки сейчас о втором пункте, о витаминах и минералах, которые присутствуют в овощах, давайте разберемся с одним очень важным моментом. Миф это или нет, когда говорят, что за сезон, например, клубники нужно съесть 5 килограмм человеку. Это миф, и также других малин и прочих. Это не миф, это такая, скажем, некая уловка для того, чтобы человек как бы понимал приблизительно себе объем того, ну, скоротечного, скажем так, продукта. То есть клубника, мы знаем, очень недолго, да, она буквально месяц. И поскольку мы не можем возместить себе все приемы пищи клубникой, то хотя бы 5 килограмм клубники за сезон нужно съесть для того, чтобы насытить организм витаминами. Другой вопрос, какой клубники, это уже, ну, как бы мы обсуждали. Но на самом деле обязательным, если в сезон, обязательным приемом, если в сезон там ягод или овощей, фруктов какой-то из этих ингредиентов достаточно редкий и быстро проходит, обязательно нужно его буквально покупать в холодильнике ежедневно, чтобы пока он есть, вы хотя бы там какие-то 200 грамм в день понемногу съедали. Ну, не обязательно это даже дома, можно и на работе, в принципе, купить и с собой взять, там, ту же клубнику или малину, ну, любые ягоды, которые сейчас присутствуют на прилавке. То есть все-таки нужно делать акцент на этом? Да, обязательно. Окей, давайте дальше двигаться. Давайте дальше все-таки. Вода, овощи, минералы? По овощам, да, мы к фруктам можем в следующей передаче вернуться, да. По овощам, что немаловажно, в овощах очень много клетчатки. Что это значит? Что если человек привык питаться по жирной, по сухой пище, что имеется в виду сухой, то есть это утром бутерброд, в обед какой-то перекус, булочка, в ужин, что-то тоже, не знаю, пицца может быть какая-то. То есть это сухая пища, которая не насыщена жидкостью, то есть там жиры в основном, белки и отсутствуют совершенно овощи и зелень, да, то обязательно нужно добавлять овощи в каждый рацион. И это говорит о том, что кроме того, что вы насытите витаминами и минералами свой организм, клетчатка из овощей будет помогать не только пищеварению, но и нормальному процессу вообще полностью прохождения всех этих элементов. Давайте говорить конкретно, какие овощи. Конкретно. Это касается всех овощей, потому что все овощи. И картошки тоже. Картошка – это особый овощ. Если кто предрасположен в полноте и он знает, что от картошки действительно поправляется, то, наверное, его лучше ограниченное количество принимает. Но на самом деле я, например, рекомендую иногда картофельные дни тем людям, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой. Потому что там в картофеле есть такие компоненты, которые очень хорошо нормализуют давление. И на самом деле можно на картофельном дне провести разгрузочный день, и вы не поправитесь ни на 2, ни на 3 килограмма. Главное, с чем вы будете его сочетать. То есть понятно, что это не жареная картошка с мясом, но в принципе картофель достаточно сытный, и можно на нем разгрузиться целый день вполне. Что касаемо остальных овощей, то достаточно большое количество овощей, которые с низкой калорийностью. Например, тот же сельдерей или огурцы, кабачки сейчас в широкой продаже. И это говорит о том, что организм затрачивает на переваривание этих овощей больше энергии. И на самом деле получается, что вы насыщаете организм, то есть высоты, но в данной ситуации калорий поступает в организм меньше, точнее они больше даже расходуются. И это говорит о том, что вы будете либо удерживать вес, либо худеть. Ну, это уже в зависимости от того, какое целый день у вас питание. Скажите, а количество энергии не будет уменьшаться у человека в процессе рабочего дня, если он будет уделять больше внимания овощам, если вы говорите о том, что они на самом деле полезны, но не так много дают энергии, например, как та же каша, как те же сладкие продукты. Вот что с этим вопросом? Согласна. То есть, если человек привыкший есть много мяса, к примеру, и тех же каш, или человек, у которого большие физические нагрузки, то есть он ходит, например, каждый день на тренировку, естественно, что на одних овощах он никак не сможет продержаться. Но если он питается теми же белками, то обязательно нужно подключать сюда овощи, потому что они улучшают, в принципе, перистальтику кишечника и усвоение любых продуктов, в том числе и того же мяса. Например, если вы съедаете там в 200 грамм какую-то отбивную, биток или что-то, ну, неважно, какой-то белок, пусть это будет даже рыба или молочные продукты, обязательно нужно подключать сюда овощи, которые помогут именно в переваривании и которые помогут в усвоении тех микроэлементов, которые есть в мясе. Вот, например, почему говорят, что нужно правильно совмещать продукты? Потому что есть сочетание продуктов, при которых усвоение идет намного лучше. Если мы, к примеру, съедаем продукт отдельно от всего, ну, к примеру, я там говорю, 30 процентов, да, усвоилось полезных веществ, то при добавлении каких-то необходимых микроэлементов туда из овощей или зелени мы усиливаем этот эффект и, например, там, тот же витамин какой-то или минерал усваивается уже... Ну, вот самое удачное сочетание. Давайте на конкретных примерах попробуем. Самое удачное сочетание? Да. Ну, их очень много. Это зависит от того, что человек любит есть, понимаете? Если это мясо, то к мясу лучше, например, добавлять зелень, то есть обязательно добавлять для того, что... Да, ну вот на самом деле вопросом полного получения из продукта всего необходимого заинтересованы в основном спортсмены, которые считают количество углеводов, белков. Вот, условно говоря, та же грудинка, филе на 100 грамм, по-моему, 20 или 25 грамм белка. Но он не усвоится так полноценно, сколько ожидает человек от 100 грамм. Если вы ее съедите без ничего, конечно. Это важный момент. Да, и это касаемо любых продуктов. И не обязательно это мясо, тот же творог тоже, если вы будете его просто есть. Он не настолько усваивается хорошо, как если бы вы к нему добавляли, там, к примеру, орехи, мед или зелень. Поэтому я и говорю о необходимом сочетании. Не значит, что нужно на овощах в завтрак, в обед и ужин там себя спасать. Просто нужно обязательно 3-4 раза в день себя, ну, скажем так... Плохие сочетания есть какие-то вот такие, которые категорически... Плохие сочетания овощей? Да. Дело в том, что овощи – это один из тех продуктов, которые сочетаются вообще практически со всем. Ну, баклажаны, например, они не капризные? Баклажаны, в принципе, тяжелые. И если они жареные, и если у человека есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, в частности, если проблемы с печенью, то человек сразу это почувствует. Поэтому ему уже нужно будет задуматься над этим. И баклажан, у него достаточно жесткое, например, покрытие, скажем так. Поэтому если человек знает, что у него с кишечником сложности, то, наверное, баклажан я бы посоветовала почистить. То есть в каждом отдельном случае нужно обязательно разбирать и того человека, о ком мы говорим, кто применяет овощи, и о том рационе, к которому он привык. То есть навязать те овощи, которые вы не любите, смысла вообще нет. Чтобы вы ели, вам было невкусно, ну зачем? А что, давайте все-таки подробнее о клетчатке. Какую она пользу, собственно, приносит организму? Клетчатка приносит пользу самую-самую наилучшую. Это то, что она выводит токсины, она наполняет, например, заполняет кишечник. Она в желудке не переваривается. Но за счет этого у нас есть чувство насыщения. И за счет этого у нас получается работа пищеварительной системы улучшается. То есть она стимулирует работу. И если вы, например, овощи едите с белком, то улучшается, в принципе, переваривание и того же белка. Кроме этого, да, когда клетчатка, точнее, вы освобождаетесь от этой клетчатки, она вместе с собой выносит не только токсины и ненужные какие-то вещества, но она еще и помогает выводить лишний жир. Например, вы едите жирное мясо, да, и заведомо знаете, что вам, ну, может быть, там будет некомфортно после этого, потому что оно жирновато. Но в силу того, что вы уже его едите, добавьте к нему салат из той же капусты, к примеру. И это будет говорить о том, что капуста поможет лишний жир взять, скажем так, на себя, и она его просто выведет, и у вас часть жира не усвоится вообще, в принципе, организму. Ну, разве это не прелестно? Это прелестно. Да. Как говорится на языке блюд, переборщить невозможно с клетчаткой? Переборщить? Ну, в принципе, переборщить можно с чем угодно, потому что есть люди, которые переходят на овощную диету, а оставляют размер порции такой, чтобы восполнить недостающие килограммы. Ну, например, человек съедает там три блюда в обед. Первое, второе, третье и компот там с десертом. Поэтому сказать ему, что съешь в обед один салат, понятно, что человек не поймет абсолютно. И в данной ситуации предложить ему три салата одновременно, это будет, конечно, очень жестко, при том, что некоторые люди вообще в принципе сырые овощи, ну, если это свежий салат, не переносят. И мы можем настолько нарушить вообще всю систему, что сделаем только хуже. Итак, мы с вами остановились на третьем пункте. Состав овощей – это вода, витамины, минералы, клетчатка. Четвертый пункт какой? Четвертый пункт того, что на самом деле овощи не содержат практически сахара, и они низкокалорийны. То есть это говорит о том, что вы, если вы хотите все же там сбрасывать какую-то часть килограммов или поддерживать свой сегодняшний вес, то, наверное, будет умнее сделать гарнир, там, например, не кашу, а овощной. Ну, это касаемо, наверное, ужина, когда мы заботимся о том, чтобы мы лишнего не съели, и чтобы лучше усвоились наши белки вечером. Поэтому в данной ситуации овощи будут идеальным вариантом. Ну, и вообще, на лето действительно было бы неплохо, если бы действительно там процентов 80-90 пищи заменить фруктами и овощами, ну, в данном случае овощами. Ну, неплохо, конечно, но это на самом деле непросто. Потому что, ну, не всем овощи на самом деле вкусны. Поэтому, если человек готов… Ну, это результаты. Мы же говорим все-таки о похудении, о том, что стоит какая-то цель. Спасибо вам большое. Наталья Хадеева, диетолог. Наша постоянная рубрика «В режиме стройности». Прямо сейчас передаем слова Алиесины. Перед этим смотрим авторский репортаж нашей коллеги. Позже вернемся мы. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин